После годового перерыва районный Дом культуры еле вместил в себя всех гостей. Здесь организовали масштабный красочный праздник, посвященный профессиональному Дню работников культуры. Лучших представителей отрасли наградили грамотами и благодарностями. Артисти же порадовали зрителей яркими выступлениями. Радость встречи с коллегами и друзьями проходит под электрогитары и ударные. В районном Доме культуры умеют удивить, а открывают праздник победители международных, всероссийских, областных и районных конкурсов и фестивалей. Раз, еще раз, давай, переплес, по блогу, не жалей, не силей. Эскитимский район и система культуры, Эскитимского района одна из крупнейших и одна из самых сильных в нашей области. Поэтому мы испытываем, конечно, громадное чувство благодарности ко всем людям, которые трудятся на благо культуры, создают настроение. 2020 год давался в сфере культуры особенно тяжело, однако рук никто не опустил. Освоены новые методы работы, покорены новые вершины. Весь творческий люд полон замыслов и гей, а главное, готовых воплощать. Спасибо вам за ваш труд, за ваше творчество, за характер, за стойкость и за умение пронести все ценности нашей культуры, русской культуры. Это очень хорошо, что, несмотря ни на что, все, кто служит культуре, остается ей верен, любит ее и всегда с достоинством выполняет свою работу, горит душой и дарит тепло своего сердца, своей души, всем своим зрителям. За достигнутые успехи сегодня чествуют тех, кто вкладывает душу в свои коллективы и творчество, передает опыт молодежи, бережно хранит народные традиции. Хармейстр Леневского дома культуры Татьяна Васина сегодня достойна сразу нескольких наград. Это не считая тех, что были завоеваны ее коллективами на конкурсах и фестивалях за последний год. Наград у меня, правда, в этом году очень много. Я хочу, чтобы еще, еще, еще. Сейчас мы выходим с коллективом из пандемии. Новые силы, прям новая энергия. Все новое. Так что ждите, что мы еще чего-нибудь привезем. Традиционно в профессиональный праздник в Золотую книгу культуры из Китимского района вносят новые имена. Костюмер Леневского дома культуры Светлана Барабаш уже 15 лет обучает женщин лоскутному шитью. А к юбилею нашей малой родины Светлана Александровна создала лоскутное полотно в виде карты из Китимского района. Благодаря необыкновенному таланту имя этой леневской мастерицы внесено в Золотую книгу культуры района в номинации «Золотые руки». Это сюрприз. Я даже не ожидала, я и не мечтала об этом. Это я вообще удивлена. Приятным сюрпризом стало и награждение нашей телекомпании. Президенту медиахолдинга ТВК Александру Кирпиченко вручили свидетельства о внесении в Золотую книгу культуры района в номинации «Партнер года». Огромное спасибо, хочу сказать, за награду. Много лет сотрудничаем уже. И нам нравится сотрудничать с администрацией из Китимского района. Мы делаем одно дело, несем культуру в массу. Поэтому всем, всех с праздником, добра, благополучия и успехов. А вот имена Евгения Хрякова и Виктора Первунина, к большому сожалению, были внесены в Золотую книгу посмертно. Без временно ушедших замечательных артистов зал приветствовал стоя. Тем временем подрастает и юная смена. 34 одаренных школьников, получили стипендии главы района. Своим творчеством дети и подростки сегодня сами радуют зрителей. Новые композиции, костюмы и яркие решения. Весь цвет районной культуры сегодня по обе стороны сцены. И радость от сопричастности к искусству обоюдная. До новых встреч еще раз! С праздником ВИПОКУЛЬТУРА!